Здравствуйте, уважаемые посетители сайта Валютуды.ру Сегодня с нами чемпион мира по версии М1 в тяжелом весе Один из сильнейших российских бойцов Роман Зеленцов Здравствуйте Роман, первый вопрос Политика и спорт, что для вас первичнее? Современно, ну вот что К сожалению, к счастью, не знаю Но политика стала спортом А спорт имеет такое же влияние, как и политика Поэтому не знаю, как ответить, покорять не Знаете, Бисмарк, по-моему, говорил Если ты не займешься политикой, политика займется тобой Я взрослею, я отношусь, наверное, более глубоко уже к жизни Если четко отвечать конкретно да-нет, то на сегодняшний день политика, наверное, более близка мне по моему отношению к жизни По борьбе, которой я могу заниматься Но вместе с тем спорт это тоже важный компонент в вашей жизни, так? Да, конечно Спорт вообще для мужчины на сегодняшний день Спорт, он для мужчины очень важен Он формирует стержень, формирует характер Особенно боевые или спорты, которые заставляют и воспитывают личностный дух То есть, да, многие спрашивают, почему он не развивается и не так широко развивается И изноборств, и другие виды спорта, которые не менее зрелищны, чем футбол или какие-то коллективы Я считаю, что, видимо, не нужны стране или герои, которые могут взять ответственность на себя, за себя, за кого-то, за страну и так далее Потому что индивидуальные виды спорта, они подразумевают развитие именно личностных качеств Именно взятие ответственности за тренировки, за свою дисциплинируешь себя, потому что знаешь, что выводишь на ринг И будешь только ты и твой соперник За тебя не отыграется там твой товарищ по команде, как в футболе Ты сегодня не очень готов или плохо тренировался, либо пел, например, да, на конуне Ты понимаешь, что тебя вытянут, кто-то сыграет лучше тебя И в принципе, командная, это не очень старшая, что твоя индивидуальная игра, да? А здесь выходишь, ты и выходит соперник Поэтому ты должен быть дисциплинирован постоянно И во время тренировок, и во время боя И, соответственно, качества, которые развивает боец, они более ценны, мне кажется, на сегодняшний период времени Следующий вопрос Ваше отношение к материальным ценностям и к деньгам? Материальные ценности и деньги — это так, какого же незаменимая вещь в нашей жизни, в реальной жизни, как и другие Поэтому умалять их значения я не собираюсь Я считаю, что нужно быть успешным Нужно быть достаточно богатым, чтобы быть свободным Но здесь подход чисто индивидуальный То есть одного человека, когда ему 100 тысяч долларов, это его погубит Он начнет пить, ловить и все, что угодно Он дает эти же деньги, и он сделает из этого бизнес Он будет развивать во благо своей семьи И это несет благо Тут все относительно И поэтому не нужно игнорировать, не нужно быть бессеребряником Но деньги не должны переходить в культ Не нужно культивировать себе и пропагандировать во мне путь золотого тельца Деньги — это не все И мы должны это понимать Если деньги становятся всем, то человек попадает под влияние Вот это такой же... Попадает в зависимость Да, попадает в зависимость очень сильно Поэтому не нужно делать из денег культа, но и не нужно их отрицать Они также необходимы, как вода, как пища То есть они необходимы Ну да, но их не нужно переоценивать Я еще раз говорю, не нужно идти на все ради этих денег Хорошо, спасибо Следующий вопрос В каких отношениях Роман с Федором? У нас дружеские отношения Я так вот охарактеризовал Потому что он, конечно, не больше, не меньше У нас дружеские отношения Я считаю его своим другом и его Вы планируете совместные тренировки в будущем? Да Да, я хотел им, конечно, тренироваться Мы особо и не перерывали Я давал интервью Так получилось, что да, последний год Мы не могли перерываться вместе Больше из... Ну и Федор всегда открытый То есть ко мне он всегда открытый Это больше маярина Вот, поэтому Еще осталось и на результате, кстати Я опять же говорю не потому, что Я не комплимент делал Федор Просто это факт Я реалист Я говорю, что это факт Вот, поэтому Для того, чтобы в дальнейшем выступать Я должен прерваться с Федором С Сашей, с Александром Александровым Перспективный боец, который Молодой, у которого хорошая мотивация И он, я думаю, он себя проявит И будет на вершине еще Кстати, Александре Вы видели его последний бой С Ибрагимом Магомедовым? К сожалению, нет Я не успел посмотреть этот бой Вот Я слышал Комментарии к этому бою Ну и так, как он, вкратце проходил Вот Поэтому я Не видел, к сожалению Вам сложно что-то сказать, да? Да, я могу сказать только одно Что, во-первых Во-первых, соперник У Александра Был более чем достойный И я уважаю его соперника Как спортсмена Он волевой парень Хороший боец Тяжелый Хороший ударник Вы ведь тренировались Конечно, да Мы тренировались Общаясь Он хорошо Хорошо борется Хорошо чувствует борьбу Он хороший ударник У него тяжелые удара У него достаточный опыт Он выступал и в Японии И много в нем выступлений Поэтому это был Серьезный соперник для Александра Александр выиграл Выиграл рассечением Но это тоже не происходит просто так Это не просто так происходит рассечение Просто он был готов Да он вообще готов У Александра быстрые руки Мощные Хороший удар Хорошо борется То есть Тут склеснулись Два достойных соперника Александр Он был чуть лучше Наверное готов Или он должен был победить По другой причине Видимо Он достойно Больше был победить Но это не умаляет Его оппонента Магомедов Прекрасный боец Я уважаю Уважаю Ну и просто уважаю Как бойца Как людей Большой Респект Как говорят Молодежь Следующий вопрос Уже у вас Почему вы так мало выступаете? Я отвечал Сегодня уже на этот вопрос Дело в том Что у меня за последний год Начали проявляться Травмы Но некоторые уже начали Прекратить хронические Потому что за период Поступления Подготовки Набралось много Травмы Которые приходилось Не обращать внимания Тренироваться Несмотря на что Ну и поэтому Я становлюсь старше И организму Нужно больше времени Для отдыха В том числе И психические Психические Нервные системы Не истощаются Поэтому я Особо не афишировал Я не говорил никому Что я буду лечить травмы Дамы не было Личных разговоров И меня не списали Что я начал разваливаться Но я полгода Занимался тем Что тренировался Я держал форму То есть Тренировался так же каждый день Просто снизил нагрузку И больше увеличивал Именно Процедуры Которые нужны были Для восстановления В том числе Ну восстанавливал травмы Элементарные С позвоночником Связки Мышцы растянутые Сухожилия То есть Восстанавливался Вот Сейчас я Чувствую себя Хорошо Великолепно чувствую То есть Я в хорошей форме И если Буду знать Добро Я уже буду готовиться Подводить В пик форме Когда Будем появляться